49 кнопок расположены в виде квадрата 7х7. Каждая из них светится или не светится. При нажатии на любую из кнопок меняется состояние этой кнопки и всех соседних ней по вертикали, горизонтали и диагонали. Докажите, что можно погасить все кнопки, независимо от того, какие кнопки светились первоначально. 49 кнопок расположены в виде квадрата 7х7. Каждая из них либо светится, либо нет. И когда мы нажимаем на какую-либо из кнопок, то она меняет состояние, и соседние с ней по диагонали, вертикали и горизонтали. То есть такой квадрат 3х3. И докажите, что можно погасить все кнопки, независимо от того, какие светились первоначально. Скажите, пожалуйста, задачу о таблице 4х4 вспомните или нет аналогично? Не помню. Тогда я сейчас быстренько напомню. Смотрите, есть такая симпатичная задача для небольших классов. Звучит так. Имеется таблица 4х4. В ней разрешена такая операция. Нажимаешь на клеточку, и при этом меняются знаки в столбце и строке. То есть вот в этой, в этой, в этой, в этой, в этой, в этой, в этой клетках. Представьте себе, что в начале у вас стоят, ну скажем, минусы везде, кроме одного места, где стоит плюс. Задача сделать, чтобы здесь тоже стоял минус. Поняли, о чем я сказал? И другой вариант той же самой задачи, кстати, он гораздо проще. Представьте себе, что у вас везде стоят минусы, а нужно сделать, чтобы везде стали плюсы. Решите. Это хорошая задача. Нажимаешь на любую клеточку, и при этом меняются знаки в ней, а также в ее столбце, а также в ее строке. Нет. Нет, нет. При нажатии меняется знак сразу в семи клетках. Дело в том, что у Алисы очень похожая задача. Ребята, давайте я, что называется, нарисую форму отчетности. Если вы будете рисовать мультик, то это будет долго. Там, я нажимаю на такую-то клетку, меняются при этом такие знаки и так далее. Давайте сделаем так. Я рисую доску 4х4, и вы должны просто на ней показать, на какие клеточки вы нажмете. Так, вот это будет задача А, это задача Б, то же самое. Вот это вот ответ в задаче А, а сюда, пожалуйста, ответ в задаче Б. Просто кружочки поставить в тех местах, на которые надо нажать. Советую начать с пункта Б. Я сначала нажму на эту кнопку, потом на эту, потом на эту, потом на эту, потом на эту, потом уже на рецепт. Может, я не все пофигуешь? Нет, нормально. Да, только ему надо все-таки посильнее, пожалуйста, пожалуйста, введите, чтобы было всем видно. Действительно, если вы нажмете на эти именно 7 клеток, неважно в каком порядке, потому что здесь как раз от порядка действий порядок не имеет значения. Да ставьте, ставьте, если вам хочется, но вы могли в любом другом порядке написать, потому что действие перестановочное, да? Вот, объясните. Ну, просто проделал. Я не знаю. Нет, не надо просто проделать. Здесь все легче. Мне с самого начала казалось, что это сработает. Нет, нет, ну, посмотрите. Вот, скажем, эта клетка, что на нее подействовало? Когда мы здесь нажимали и когда мы здесь нажимали, правильно? На нее подействовали два раза, то есть ничего не получилось. То же самое, да? Здесь тоже, вот, здесь на нее подействовали четыре раза. Это то же самое, что ничего не делать. На эту клетку сколько раз подействовали? Один за что? Нет, не один. На нее подействовали, действовали каждый раз. Семь раз. Семь раз. Но семь нечетное число. Значит, вы действительно решили пункт А. Отлично. Пункт Б, пожалуйста. Можно снять просто и просто и везде поменять. Конечно, нарисуйте везде хороточки. Спасибо. Спасибо, отлично. Вот, а теперь давайте, умудренные этим, скажем, вот что. Понимаете ли вы, что точно так же можно было поменять знак не только здесь, а в любой клетке? Да. Понимаете? Понимаете ли вы теперь, что если вам дали любую таблицу, то вы из нее можете сделать любую таблицу? Согласны? Да. Потому что если вы можете менять любой знак по своему выбору, то это значит, что, ну, вот. Вот, да, причем, кстати, операции потребуется каждый раз не больше, чем 16 штук. Максимальное количество операций требуется вот здесь, просто все. Дело в том, что если в некоторой клетке надо сделать три раза, скажем, то это то же самое, что один раз сделать. А если в некоторой клетке надо сделать 50 раз, то значит, ни разу. Согласны? Важно, четное или нечетное. Отлично. Теперь, Алиса, вы нам даете таблицу 7 на 7. И еще раз, значит, менять надо в клеточке и в ее соседних ходом короля. Так? Да. Отлично. Так смотрите, на самом деле, какие роскошные задачи нам дает Алиса. Я знаю, что у вас решение другое, но тем не менее, смотрите, какие на самом деле замечательные вещи она нам дает. Вообще, клетки на доске, они какие? Например, угловая. Да? Да. Так вот, надо придумать систему, при которой поменяется знак только в угловой клетке. Или вот эта клетка, то же самое, надо придумать систему. Обратите внимание, сколько придется решить разных задач. Вот эту, 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 эту. Согласны? Да. Любая другая клетка может быть при помощи симметрии переведена. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять картинок нарисовать? А может быть, одну, как у вас? Нет, можно одну, как у вас, это хорошо. Но, ребят, давайте сделаем так. Все-таки, я хотел бы, чтобы сейчас мы попытались придумать картинку для этого. Беретальное положение очень простое. Значит, нужно поменять знак вот здесь. То есть, в начале вот здесь вот у нас, скажем, стоит плюс. Все остальные минусы. На начальное положение рисовать. Почему я не стал это делать-то? Потому что на самом деле надо просто отметить, надо отметить ноликами те клетки, на которые мы, что называется, наступим. На даре. Кстати, я боюсь, что это будет делать очень трудно, ребят, сейчас. Просто, вот, я хотел бы, чтобы вы, знаете, почувствовали, насколько эта задача не простая. То есть, давайте так. Это нужно расставить на доске размером 7 на 7. Некоторые места фишки так, чтобы любая, кроме верхней левой клеточки, имела бы, среди, значит, своего поля и соседних ходом короля, имела бы четное число. А вот эта верхняя имела бы нечетное число. Замечательно, что эта конструкция единственная. Теорема о системах линейных равнений на поле вычетов по моду 2. Кстати, по-моему, мы эту задачу рассматривали. Помните, была такая задача Акулича, когда красили граф в вершины, чтобы были белые и черные? Я просто не помню, рассказывал ли я это вам или нет? Про систему линейных равнений. А, да. Да? Да, да, да. Рассказывал. Ну и там как раз у нас получалось, что любой такой задачи, на самом деле, с любой такой задачей связана система векторов, там, у них там, пространство над полем вычета по моду 2. Вот, так что, если можно любую клетку изменить, то на самом деле это можно сделать единственным образом. Давайте сделаем так. Значит, Алиса сейчас расскажет свое решение, и мы постараемся на основании этого решения, что называется, изобрести конструкцию. Хорошо? Допустим. Хорошо. Значит, Алиса, все отвлеклись от поисков таких наивных, и слушаем науку. Ну, сначала рассмотрим, ну, полоску для стола, если нужно, 1 на 3. То есть, вместо доски 7 на 7, рассмотрим маленькую доску размером 1 на 3. Хорошо. Ну, можно просто перебором посмотреть, что... Вот посмотрите. На самом деле вариантов там 2, а не 3, как вы нарисовали. Знак может стоять в центре, а может стоять сбоку. У меня может быть не один знак. А менять-то надо научиться один. На самом деле, если вы могли сэкономить, что называется, ну, это, конечно, не так важно. Вот. На самом деле важно уметь менять один знак. Правильно? Да. Ну, ладно, хорошо. Важно уметь менять один знак. Лили, давайте. И как же? Ну, вот отсюда мы сменим сначала вот здесь. Будет... Нет, секунду. Сменим здесь. Я просто пытаюсь вас приучить к тому, что не обязательно рисовать мультик. А. Сменим здесь и сменим еще где? Посередине, да. Сменим здесь и здесь. Ну, давайте смотреть. Причем важно, что сначала... Да, да, да. Вот эта стрелка здесь еще раз не нужна. Да. Действительно, у этой клеточки не надо 1, 2. Опять-таки, порядок, в котором вы это делаете, не имеет значения. Поставьте там просто... Не имеет. Не имеет. Поставьте нолики. Вот именно в знак того, что... Значит, итак, когда вы меняете здесь и здесь, то реально поменяется знак здесь, а и здесь, и здесь останется. Отлично. А здесь что будем делать? Здесь поменяем знак здесь. Сейчас. Да. Ну, после чего будет такая же конструкция? Нет, конечно. Ну, можно так, а можно сразу. Укажите три места. Конечно. Так, отлично. Для таблицы 1 на 3 вы сделали. Дальше. Да. Дальше для квадрата 3 на 3. Ну, понятно, что столбец это то же самое. Да. Да. Вот. Значит, ну... Вот. Мы сначала сменим... Ну, так мы умеем менять. Вот в этом столбце. То есть поставим так, чтобы в этом столбце все знаки стали те, которые нам нужны. Да. Потом в этом столбце. Тоже сделаем знаки таким, как нам нужны. Да. Потом мы сменим в этом столбце и заметим, причем, что при этом здесь и здесь клетки, которые поменялись, будут симметричны относительно него. Да. Тогда, если мы сначала сделаем опять здесь, а потом здесь, то и здесь ничего не изменится. Да. Ну, значит, в квадрате мы все сделаем. Отлично. А вот теперь давайте-ка сделаем так. Посмотрим, что это в реальности. Для нашей 3 на 3. Я вам нарисую табличку 3 на 3. Вы должны составлять эти самые наши замечательные нолики. Хорошо? Итак, в начале у вас стоит плюсик здесь, да? Что вы мне говорите? Надо сделать, чтобы здесь были все 3 минусы. Для этого по нашей науке что надо делать? Вот эти 2. Вот сюда нолики поставить, да? Отлично. Здесь минусы стоят и так, поэтому здесь ничего делать не надо. Правильно? Хорошо. Что после этого? А после этого надо смотреть, что получилось здесь. Да. Здесь у нас ничего не изменилось. Здесь у нас ничего не изменилось. Почему? Потому что мы меняли. Нет. Потому что 2. А вот здесь изменилось. Да. Здесь изменилось. И что это значит? Значит, надо сделать сюда 2. Куда-сюда? Вот сюда. Сюда и сюда. Это по одной вашей науке. Согласен. Так. При этом у нас в этом столбике произошло что? Туда. У нас здесь ничего не поменялось, здесь ничего не поменялось, здесь поменялось, да? Ну и здесь опять же стало оно. Стало. Ну и здесь тоже плюсик. Уходят два плюсика. Почему? Да, потому что мы уже изменились здесь на минусик. Ну хорошо. Да, хорошо. Здесь сейчас плюсик. И что теперь надо? Ну и теперь избавляемся сначала от этого плюс, а потом от этого. Ну и неважно. Избавляемся? Это в смысле рисуем нолики сюда, сюда. И сюда. Сюда, сюда. И что теперь? Все, да? Да, все теперь. Все. Теперь надо понять, что это означает в реальности. на всю простую вещь, что вы предлагаете вот такую вот систему. Правильно? Да. На самом деле вы предлагаете вот такую систему. Здесь нечетное число, здесь четное число, здесь четное число, здесь замечательно. Таким образом для доски 3 на 3 вы решили. Хорошо. Что вы теперь будете делать? Да, теперь я буду смотреть столбец 3 на 7. Не столбец, конечно, а ближе. Ну да. В общем, 3 на 7. Да. Я сделаю для вот этого. Сделаю для вот этого. А что такое сделаю для вот этого? Ну, в смысле я сделаю... Сделайте, чтобы будут все минусы. Да, тут все минусы и вот тут все минусы. Потом? Потом я сделаю, чтобы тут были все минусы. Ага. И потом опять симметрично. Потом опять симметрично. Да, ну что, давайте баловаться. Значит, здесь сделать легко, для этого достаточно нарисовать, ну, мы уже, собственно, проходили, правильно? А здесь делать ничего не надо. Теперь соображаем, что у нас здесь сейчас получилось. Да, сейчас у нас уже этого знака нет, правильно? Что у нас здесь получилось? У нас здесь получилось плюсик, и все, да? Вот, дальше что мы делаем? Мы его должны уничтожить. Для этого надо поставить нолики сюда и сюда. Отлично, что при этом происходит? У нас здесь плюсика уже нету, здесь появляется и здесь появляется. Отлично. И теперь надо их кончать, правильно? Это мы умеем. То есть надо на самом деле вот так вот нарисовать, и здесь надо нарисовать так. Я прав? Да. Вот, давайте сотру то, что два раза, потому что нолик два раза бессмысленный. И мы посмотрим, значит, для доски 3 на 7 нас уверяют, что получается так, что вот, чтобы этот знак поменять, да, он сильно здесь меняется, здесь не меняется, здесь не меняется. Так, и все хорошо. Замечательно. И, наконец, 7 на 7. Я сделаю для таблицы 3 на 7, потом сделаю для вот этой таблицы 3 на 7, потом для этого столбца, а потом симметрично. Отлично, так сделайте. Для одного плюсчика вы уже научились, да. Ну вот, значит, теперь... Рядышком ничего не надо делать. Где из... ну, типа, что изменилось? Изменилось, вот здесь стал плюс. О, да. Ну, а здесь здесь его уже нету. Да, да, да. Здесь стал плюс. О, здесь стал плюс. Нет. А, да, нет. Значит, здесь не стал. Ну, все-все-все, нормально. Здесь не стал. Вот в одном месте стал плюс. А, ну да. Теперь я делаю для него. Это надо просто, по-моему, подряд поставить нолики. Да. По-моему. Да, да, ставьте, ставьте. Прямо по всей вертикали. Ну, и... Непонятно. После этого, давайте, тот плюсик надо убрать, его уже нет у нас. Но зато... Вот здесь вот стал плюс, вот здесь вот стал плюс. А, нолик-то нельзя убирать. А, ну да. Он важен. Да, да, да. Ну, а больше ничего не изменилось. Я так не думаю. Я так не думаю. Почему? А, ну, три раза иногда бывает. Да, иногда бывает три раза, и это важно. Да. А вот здесь вот бывает. И вот здесь, наверное. А, ну и здесь, соответственно. Нолик нельзя убирать, а плюсик надо, да. А здесь тоже самое три раза. А, ну и здесь тоже. Нет. Почему? Там нет три квадрата. А. Там нет три квадрата, да. Значит, в... Шести квадрата? Нет, не понял. Вы еще кое-что забыли. Что забыла? Ну, здесь вот у вас то же самое. А, здесь нет. Конечно. Да, ну и симметрично. Вот, обратите внимание, плюсиков довольно много. Стойте, а там не стало по вертикали несколько плюсов? Потому что там же по вертикали были минусы. А, слушайте, да. Мы не правильно поставили. Мы все неправильно поставили. Мы все поставили совсем неправильно. То есть, да, вот, во-первых, надо это убрать, да. Вот. А, во-вторых, что гораздо хуже. Мы не справились с расстановкой по вертикали. Надо парами было. Алиса. Значит, надо было, вот, значит, чтобы здесь поменять, да, вот этого уже нет у нас ничего. Вот надо было здесь поставить пару, потом пропуск, потом пару, потом пропуск, и все будет плохо. Потому что здесь будет один плюсик, а он нам не нужен. Слушайте, мы не можем решить задачу даже для... А мы не умеем один на сей, потому что решать. Мы умеем только... Умеем. Нет, мы умеем один на сей. Умеем. Мы умеем. Мы можем взять вот эту штуку, взять вот эту штуку. Так возьмите. Так, в общем, взяли. Вот сюда не надо ставить ничего. Потом вот здесь вот оно изменилось. Да? Сейчас. Да, изменилось. Значит, здесь тоже будет. Ну и все плохо, потому что... Алиса, мы отдельно расстрелем. Алиса, мы отдельно расстрелем. Алиса, мы отдельно расстрелем. Алиса, мы расстрелем. Надо поменять знак в верхней клеточке. Ой. Ну... Сначала вот так. Потом мы делаем вот это. Теперь мы смотрим, что получилось. Вот в этой оно поменялось. Раз, два, три. Три раза, значит, поменялось. Здесь стал плюсик. Здесь плюсик убрался. И здесь тоже плюсик. Ну вот, вышло, что два плюсика, теперь делаем симметрично. Вот для... И это нужно. Ну, это тоже стоит зависеть. Где на нас плюсики? Наверное, плюсик. Чтобы потом можно было... Нет, ниже, ниже. Так. И вот так. Вот так. Зачем... Зачем? Нет. Внизу, сотри. Внизу, только одни кружочки. Ну, я этот плюсик тоже должна изменить. Так ты его уже изменируешь. Ты его второй раз сейчас изменила. Изменируешь. Окончательно вы добьёмся или нет? Да. Получится правильно. Да. Вот это, ну, вот это два, значит, это, 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 это. То есть, вот так, вот так, вот так, и... Пропуск, потом два нолика, так, да? Да. Два нолика, два нолика. Ну, оно, конечно, замечательно. Дальше что? Дальше надо оставлять, где будут плюсики. Давайте, плюс, плюс. Да. Теперь, наверное, в этих клетках не будет. В этих тоже не будет. Да. Нигде не будет. Да, и в этом клетках мы будем. Нигде не будет. Ну, заплюсика. Замечательно. Что дальше делать? Дальше мы убираем эти плюсики. Решая задачу для таблицы 3 на 7. Слушай, а мы её умели решать? Да, да. Для таблицы 3 на 7, когда у нас плюс 2 здесь, сто нолики стояли вот так. Да. Да. Потом вот такая штука. Да. И симметрично здесь нарисуйте такую же. так. Теперь можно стереть то, что... Нет, нет, стирать не надо, потому что я боюсь, что вы пока стираете, обязательно нас обсчитаете. давайте я лучше вам доску нарисую 7 на 7 быстренько заново. Вот. А вы давайте нарисуете нолик в те клетки, которые нечётное количество раз. Хорошо? Потому что здесь уже много раз стирали и писали, поэтому может запутаться. Так. Прошу вас. Так. Отлично. давайте проверять. Вот эта клетка граничит с четырьмя, тоже с четырьмя, с четырьмя, с двумя, с двумя. А что вам здорово? Да. Для кубы. Это с четырьмя, это с одной, это с двумя. Отлично. Так. А теперь контрольный вопрос. Понимаете, в чём это стоит, да? Взять клеточку не в углу, а там здесь, ну в общем, понимаете, да? Одно из тех. И прокрутить ту же самую конструкцию. Если вы всё поняли, то получится. Я думаю, что быстрее всего это стоит рассуждение Алисы. Сначала разобраться с полоской из трёх клеток, правда? Потом надо разобраться с квадратом 3 на 3. С полоской мы уже разобрались. С полоской мы уже разобрались. Это правда? С квадратом, по-моему, нет. У вас звёздочка не там стоит в полоске. Почему там? В серединке. В полоске. А, вы хотите? Нет, нет. Легче, как вы нарисовали. Легче, чтобы с обрезом был, а не волоска там. Да не... Да не важно. Нет, нет, нет. Другое дело, что начинать надо, правда, и вы сами правы, конечно. Начинать надо вот с этого столбца, а там вообще никакой звёздочки нет. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Вот теперь это, значит, 3 на 7. Давайте. Значит, 3 на 7 это как? Это вот так. Да. Надо проставить нолики. Хотя бы для 3 на 7. Сделали? Вперёд, вперёд. Вот сначала нам, как Алиса сказал, надо изменить вот тут, потом вот тут, но нам тут нечего изменять, поэтому сразу изменим в серединке. Вот. В результате чего у нас... Смотрите звёздочку уже. В результате чего у нас получится, что вот тут появятся плюсики, вот тут появятся плюсики. Да. И, соответственно, нам надо сделать вот так. Ну, вообще вы правы, да. Да. Это действительно... Спасибо. Это решение задачи. Ну и видно, что решение. Действительно, если мы с вами смотрим на вот эти вот нолики, то действительно здесь. Отлично. Дальше. А там... Пожалуйста, пожалуйста. А почему я здесь сделаю, чтобы вот так складываться? Да это по вкусу. Вот. Мне по вкусу. Короче говоря, вот здесь у нас, мы уже выяснили, что здесь нолики. Да. Когда после всего этого здесь уже не будет, вот здесь будет одна. Да, конечно. Ну, мы уже выбираем, чтобы получить нолики, надо будет сменить вот так. Значит, он там появился. Значит, появится плюсик вот здесь вот. Появится плюсик вот здесь вот. Ну, а если вот та же самая картинка, то есть надо будет сделать вот так вот. И еще вот так вот. Ну, вот этой нету, потому что это в два раза. Значит, так, так. Ответ такой. Сейчас. То есть вы думаете, что надо сделать так. Вот поставить здесь три штуки и потом так, да? А что, по-моему, правильно. Действительно? Нет. Как нет? Да, да, да. Для вот этой. Да. Так, отлично. И следующий шаг. Да, Павел, мне надо симметрию сделать просто относительно центральной колонки. Зачем? 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 Сейчас, Натя. Я не понимаю, зачем. Сейчас посмотрю. Я не понимаю, зачем. Там и так стоит минус. Зачем? Да нет, теперь надо посмотреть, где появляются минусы в центральном столбце. Вот здесь. Все. Потом. Нет. Сейчас. Здесь нет. Здесь нет. Все больше нет. Да, и теперь этот минус надо вылечить. А это мы с вами умели. Это надо поставить на его место нолик. И вот так. Сюда поставить. Да. И дальше можно. После этого надо посмотреть, где получаются минусы сбоку. Здесь вот и вот здесь. Где? Не вижу. Вот сейчас. Так. И все? Больше нигде? Больше нигде. Везде по двору. Так. Отлично. И теперь? И теперь? И теперь это минус тоже умеет. Надо вот как там. Да, правильно. Так. И симметричные надо везде проставить. Так. Я для вас опять рядом сделаю доску. 7 на 7. Чтобы. Так. Значит. Что мы сейчас с вами делаем? Значит. 7 на 7. Так. 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 Надо, чтобы здесь было. И теперь разбирайтесь. То, что по два раза, надо убрать. Неужели так просто? Очень даже красиво. Задача на индукцию. Такая очень милая задача на индукцию, когда вы постепенно увеличиваете эту таблицу.